В 15-й психиатрической больнице В 15-й психиатрической больнице В 15-й психиатрической больнице В 15-й психиатрической больнице К сожалению, по крайней мере 15 лет назад было так, сейчас не могу сказать, поскольку там не работаю, но 15 лет назад было так, что руководство детских домов нередко на летний период, когда воспитанники в большей степени склонны к побегу, тех, кто к этим самым побегам склонен, кто склонен к социальному поведению, кто склонен к бродяжничеству, кто склонен к применению насилия, просто отправляло в психиатрическую больницу, чтобы с ними не возиться. То есть вместо того, чтобы работать с ними, как работала Макаренко, в своей колонии с трудными подростками их просто кладут на все лето в психиатрическую больницу. Ну, естественно, какой-то диагноз вставляется, но фактически это не лечение, фактически это такая, цинично говоря, передержка. Естественно, эти дети, подростки попадая в условия психиатрического стационара, когда их одноклассники, одногруппники по детскому дому едут в летний лагерь, они, конечно, чувствуют себя крайне плохо. И поведение их тоже бывает не совсем, ну, трудно сказать, неправильно в такой ситуации. Оно отражает их эмоции, отражает их реакцию на вот это вот помещение в психиатрический стационар. Поэтому надо понимать ту обстановку, которая присутствует в этом отделении. То есть это, с одной стороны, дети из семей, которые страдают психическими расстройствами, и определенные группы детей, которые поступают из детдомов именно для того, чтобы психиатрическая больница фактически выполняла роль такого места передержки, места заключения для них, чтобы они не убежали и не создали проблем для администрации детского дома. Естественно, это создает напряжение, естественно, это вызывает недовольство. Теперь, собственно, в отношении той самой проблемы, которая была озвучена, что детей, ну, опять-таки, сразу говоримся, это все-таки не дети, это уже подростки, привязывали к койкам вместо того, чтобы лечить. В соответствии с законом о психиатрической помощи, такая мера физического стеснения, как фиксация, пациента допускается. Но допускается только на краткий промежуток времени, когда невозможно осуществить медикаментозную седацию. Ну, то есть, условно говоря, если пациент поступил в состояние психомоторного возбуждения, ему не удается сделать инъекцию препарата, ему не удается, естественно, дать таблетированный препарат. Когда на какой-то промежуток времени ему могут зафиксировать, ну, правда, не веревками, естественно, это либо бинты, либо вязки, а к кровати. Но тогда сразу же начинается медикаментозная терапия, и вот эта вот фиксация допускается только на непродолжительный промежуток времени. Причем, сам факт фиксации пациента в обязательном порядке документируется в истории болезни, и, соответственно, в этой же истории болезни должно быть аргументировано, почему эта фиксация была необходима. Я вполне могу допустить, что в отделении, которое имеет описанный мной выше контингент, такая фиксация могла потребоваться, поскольку даже вот на тот момент, когда я там проходил практику 15 лет назад, были случаи, когда группа подростков с деликвентным поведением нападали на медперсонал, пытались осуществить побег, и на тот момент, с учетом того, что медперсонал там преимущественная женщина, никаких других вариантов, кроме как зафиксировать хотя бы на кратких промежуток, не было. Если, конечно, эта фиксация применялась постоянно, если эта фиксация использовалась как основной метод, если их действительно привязывали веревками, держали так по несколько дней, то, конечно, это недопустимо и категорически неприемлемо. Тут надо разбираться. Но сам по себе факт фиксации пациента с психотическим, психическим расстройством, с агрессивным или аутоагрессивным поведением не является чем-то противозаконным. Это должно, это возможно, но это должно быть аргументировано, это должно быть обосновано и это должно быть, соответственно, документировано. В отношении того, что буквально вчера прозвучало, что пациентам отделения показали фильм «Молчание ягнят», что это вот возмутило омбудсмена. Конечно, достаточно странный выбор тематики для просмотра в психиатрической больнице, но я бы опять-таки не стал делать из этого такую катастрофу, поскольку фильм станет, безусловно, талантливым, и тематика этого фильма, конечно, заинтересовала бы пациентов отделения. С учетом того, как я уже сказал, что многие попадают туда на все лето, на значительный промежуток времени, и никаких развлечений, в принципе, там вообще нет. Конечно, хоть какое-то оживление в их жизнь это бы внесло. В дальнейшем, при грамотной, конечно, психотерапевтической работе, можно было бы использовать и материалы этого фильма, и обсуждение этого фильма для психотерапевтических целей, хотя, конечно, еще раз подчеркну, конечно, тематика относительно психически больного или, наоборот, психически сверхздорового лектора, как чуть ли не основного героя этого фильма, весьма-весьма сомнительна для подросткового психиатрического отделения. Но, тем не менее, это не такая, на мой взгляд, большая катастрофа. А вот та проблема, что детей из детских домов отправляют в психиатрическую больницу в качестве наказания, в качестве их удаления от коллектива для того, чтобы они не мешали спокойно работать, вот это вот действительно проблема. И с этим действительно следует разбираться. Другой проблемой, которая касается не только 15-й больницы, является то, что зачастую в психиатрических больницах нет реанимационных отделений или даже блоков интенсивной терапии. И в таком случае оказывается, что достаточно большое количество пациентов, иногда более тысячи человек, оказывается ночью на попечении одного, двух, трех, четырех врачей, напрочь лишенных вообще каких бы то ни было средств и систем для обеспечения их жизнедеятельности. И в случае необходимости оказания срочной помощи приходится вызывать бригаду скорой медицинской помощи, что, конечно, является полным нонсенсом, когда в клиническую больницу в черте города Москвы вызывается бригада скорой помощи для того, чтобы снять ЭКГ. Но, естественно, это не должно иметь места, и такая ситуация совершенно неприемна. Это то, что можно сказать по вопросу о 15-й психиатрической больнице и о той конфликте с ситуацией, которая там сложилась. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нет и на нашем канале на портале YouTube.com. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего. Спасибо.